И всем привет, ребят, с вами Стерванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен долгожданной гонке вооружений, сегодня, как вы и просили, уже, ну, на протяжении довольно длительного периода времени будет тест и сравнение двух интересных устройств, ну, а это все дело буду сегодня делать не один, а буду делать с величайшим игроком танков онлайн, а именно Билли Миллиганом, он же Виталичка, поздоровайся. Всем здорова. Так что мы сегодня тестируем два устройства на гром, это гром с вакуумными снарядами и новый гром с адаптивной перезарядочкой, Виталичка уже должен был одеть викинга грома с вакуумными снарядами, в принципе, я ему дал право выбора из этих двух устройств, ну и посмотрим, что из себя представляют эти устройства на викинга громах с дронами Кризис, ну, по большей части, наверное, это лучшая комплектация, которая может быть в нашей игре на сегодняшний момент времени. Можем даже одеть одинаковые резисты, шо у тебя порезом? Гром, риг, скорб. Гром, риг, скорб, да, возьму я такие же самые, если что, в бою переоденемся. Дабы было полное сравнение этих двух комплектов, ну и вообще, Виталь, что ты сам думаешь по поводу этих двух устройств, да, насколько актуально одно, насколько актуально второе, есть ли вообще смысл в адаптивной перезарядке, есть ли конкуренция хоть какая-то малейшая вакуумным снарядом или нет? Ну, я думаю, что вакуумка намного сильнее, потому что адаптивную перезарядку еще и намного сложнее реализовать, и плюс с резистом, ну, типа, очень много делает. Если у чела есть резист, то ты ему ничего не сделаешь. А с вакуумки ты просто даешь нормальный урон даже по резисту, по 50-ке. Ну, плюс-минус, если честно, я согласен с Виталией, я считаю, что вакуумка тоже сильнее адаптивной перезарядки, но, насколько сильнее и в каком виде все это дело будет, сейчас мы вместе с ним протестируем, нас закидывает на борду в режиме ЦП, ну и попробуем что-то сделать, реализовать, надеюсь, что это будет одна полная катка, без досрочки, и мы сегодня сыграем этот замечательный боечек. Главное, мне, конечно, с адаптивки не промахиваться, ну, а Виталий надо что-то накидочку какую-то от стеночек делать, что-то, работу какую-то, не, Виталечка? Ну, что-то есть, да. Виталечка сейчас будет, как всегда, потеть, хоть я ему сказал, особо сильно не потеть, может, что-то набазарить там с трекороба, базарик показать там что-то, движуху какую-то организовать. Я тут пытаюсь, у нас тут 5 человек, сейчас на точке право. Ну, мы можем вообще какую-нибудь киберспортивную работу показать, там, вместе, там, туда-сюда, бэмбэм. Поделать мне... Это грамот. Чего-чего? Какую-то грамотную работу. Да, может, что-то можно потушить. Так, ладно, левая точка контролируется, пойдем сейчас направо. Я правую уже беру. Давай-ка попробуем что-нибудь. У меня вообще по-хорошему на адаптивочке надо ловить как можно больше противников в одном месте, чтобы раскручивать свою адаптивку. Иначе особо большого смысла в моем устройстве нету. Ну, а Виталий надо, наоборот, работать от стенок. Борда, в принципе, ну, наверное, неплохо подходит для реализации его устройства. Какая тебе вообще карта больше всего нравится на вакуумке? Да, я не знаю, особо такой карты нету, чтобы прям как вам было. Ну, чтобы прям больше всех нравилось. Понял. Просто где есть стенки, там и прикольно. Понял. Оп, хорошо раскрутился. Но второй гром промазал. Так, пойду я налево попробую захватить что-то. По очкам плюс-минус пока что равненько идем. Дистанция покажет отрывчик. Если он будет, то насколько он будет большой. Мне лично даже самому интересно, насколько все это дело поменяется. Резистов от грома в матчмейкинге на сегодняшний день. Ну, довольно большое количество. Наверное, даже самое большое количество, которое есть. Больше всего резов именно от этой пушки берут. Так, мы пробуем раскрутить грома. Под прожатым овердрайвом. Че-то, че-то. Виталий еще овердрайв. Не накопился. Увди. Увди, у меня еще 20%. У меня что-то похуже идет. Так что, что-то работа не пошла у Виталичкинга. Ну, посмотрим. В принципе, здесь-то карта, скорее всего, у нас будет без досрочки. Ну, и заодно мы все дело увидим. В чем прикол этого устройства, да, и как его можно лучше реализовать, да. Для никого, ни для кого не секрет, надеюсь, что ваша задача просто стрелять как можно по большему количеству танков, которые находятся рядом с друг с другом, дабы у вас была быстрее перезарядка следующего грома. Да, но самое главное, это не промахиваться. То есть, ваша задача стрелять четко в противника. Иначе уже ваша перезарядка грома будет дефолтная. Ну, и вы никакого плюса с этого грома иметь не будете. Поэтому, в моем случае, надо просто стараться стрелять как можно четче. Ну, а что касаемо Виталия, то ему надо просто работать от стеночек. Он пытается сделать. Правую теряем. Три тела сейчас стоит там. Ну, давай я тоже пойду направо. То есть, что-то лево еду, там постоянно что-то как-то изи-каточка какая-то. Может быть. Надо здесь просто какой-то бэм-бэмсик справа сделать. Попробую что-то натушить урона. Так, по диктатору не получилось. Раздаваться не хотел, Виталянчик? Так, трешечка хорошая. С критра троечка залетает. С кризиса. Ваншотик просто залетел. Ваншотик. Контентовый. Какие трупы, говорил. Криты на твоем устройстве очень точные. Да, вот. Конечно, на нем мало играл на нем. Я только один раз на это играть не попадал. Мне не понравилось. Раздался, раздался, раздался. Я, если честно, все, что играл с ней, по большей части я просто тестил устройство. И все равно, ну, на дистанции для меня лично, ну, вакуумные снаряды все-таки более интересны даже, как устройство. Но по очкам что-то пока что и нормально вроде идет. Викинга реализовать с этим устройством довольно просто. С каждым следующим выстрелом у него просто ускоряется снаряд. Да, то есть главное, чтобы вы четко попадали. И потом, по итогу, гром может начать стрелять с овердрайвом. Плюс-минус так же, как стреляет автопушка дефолтная. Да, то есть там очень быстро летят громы. Главное, конечно, это не промахиваться. И тогда можно неплохо под оверкой набревать оппонента. Так, я уже прожал вторую оверку. У Виталия только была недавно прожата первая. Да, то есть уже разница. Что-то ты реально разошелся. Я сейчас начну потеть, буду молчать. Не, я, если честно, особо сильно не потею. Просто пытаюсь как бы, ну, стараться реализовать чуть лучше свое устройство. Но по итогу, неплохо вроде как идет. Виталичка, может, что-то расслабился. Думал, что вообще у него, как говорится, имбовое устройство. У меня шляпа усатая. Не, если честно, я так и думал. Блядь. У меня скорб залетает. Куда у тебя соска еще? Ладно, ничего страшного, пробуем слить Викинга. Блин, ну тут уже, конечно, резистов от грома начинает становиться больше. И как раз-таки вот против резистов вакуумные снаряды чувствуют себя намного лучше, чем адаптивная перезарядка. Ой, адаптивная перезарядка. Ну, короче, какая там перезарядка? Вроде адаптивная, да? Или как она называется? Да, да, да. Она чувствует себя намного лучше. Но... Но, но, но... Виталенчик уже потихонечку начинает догонять. Догонять работку. Пробуем добить. Хорошо, подсосал фражочек у Виталечки. Это что-то на прибыль какую-то. Выходим потихоньку. С карты, кстати, если честно, повезло. Единственное, только режим такой. Левую теряем и теряем центр. Центр пробуем что-то на работку сделать. О, креточек мне раздали. Но такое. Так, 600. Вот, Виталий уже начинает потихоньку догонять. Потихонечку начинает догонять. Выдавливать. Опачки, нифига. На расстоянии креточек залетел. На трешку просто. А у дефолтного грома тоже по 3000 урон? О, по 3000 криты. Да я не знаю. Я даже не замечал, что бы особо у грома криты были. Но вот это устройство, оно как-то, ну, шанс трета намного больше. У твоего. Ну, трешка, когда залетает по... Какому-то викингу и ваншотает, это прям, ну, выглядит круто. Это прям выглядит реально круто. Даже немножко неожиданно. Для меня лично. Что здесь может троечка вкусная залетать. Полторушечку накидаем. Ава, прожал Викатин. Вижу, вижу. Прячусь за ним. За стеночкой. Я на лево пойду. Я лест. Пока что пробую раскрутиться. Так, ну, у нас вообще вся работа идет для срочки. По идее. Не? Должна быть, наверное. 29, Виталий 30. Ну, плюс-минус вообще равно пока что идет. Очень равно. Хотя, если честно, я думал, что разница будет большая. Возможно, это я просто как-то играю, знаешь? Не думаю, что так сильно. Может быть, просто здесь особо нету такого большого количества стенок. Но на дистанции, я думаю, что все равно вакуумка будет. Показывать себя лучше точно. Так, пробуем раздаться. Ай, найс, раздался. Вообще бомба, класс, супер. Просто пульсар мне выключает мой овердрайв. Туда этот Оуди. Оуди. Просто улетает мой Оуди. Да, этот Оуди. В никуда. Так, ладно, пробуем. Что-то тут раскрутиться. Ты, кстати, про досрочку, наверное, загнул. Это как-то... Не пошло, да, теперь уже? Пацаны, наверное, будут сейчас потеть еще. Пацаны мечтают. Как говорится, закончить катку-досрочку. Раскидать долги. Улететь в закат на новую Панамарину. Да, именно так. Так, центральная точка уходит. Офигеть. Ну, и у меня, по ощущениям, я все время попадаюсь против реза. У меня всегда накидка от резиста идет. Сука, сам уничтожился. Пробую центр-оверку забрать. Там, Виталя уже выходит на первое. Уже начинается потихонечку развалка. А что ты говоришь, пробую центр-оверку забрать? Там же нет оверку. Ой, оверку. Точку ему, оверку. Оверку. Понял, что оверки нету. Ты не слушай этого дурака. Ты же помнишь, что он недавно сказал на стриме. Ну, да, да. Беру рез от Ореса. Сука. Это гениальная была фраза. Поэтому, в принципе, удивляться нечему. Так, 40 точек у нас уже. Возможно, даже досрочка будет. Возможно, будет. Так, 2 килла плюсом даю. Скорпион у меня сводится. Думаю, не делай, не делай, не делай, не делай, не делай, не делай сделал. Хорошо. Так, пробуем забрать еще одну стрим. Опачки, видишь, нас заснайпили потихонечку. Какой-то стрим снайп залетел. Какой-то стрим снайпинг залетел. Так, пробуем. Ну, по очкам, видишь, разницы вообще нету. 25 очков разница. Я даже удивлю. Я тебе так скажу, что тут мало стенок, если честно. Я обычно вот стреляю по типам лично. Ну, типа, именно типа вот стреляю. Ну, даже если стреляешь в типа. Даже если стреляешь в типа. Нужно же учитывать тот факт, что ты с плэшом-то по второму танку наносишь хороший урон. То есть, если я, например, разгоняю грома, то ты наносишь урон по нему хороший. То есть, у тебя тоже хороший плюс от этого идет. Мой разгон. Ну, я бы не сказал, что он сильно роляет. По ощущениям. Не? Так. Пробуем. Так, пацаны уже правую у нас забирают. Ну, все, мы, походу, уже выиграли. Раздаю овердрайв. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Набрить, набрить, набрить. 49. Сейчас уже должна в 50-ку переходить. Точка. По ощущениям. Да. 11 минут боя. Фиксируем прибыль. Итого 47 килов Виталя, 1000 очков. Я 36 килов 960. То есть, разница в 60 опыта. Но, Виталий правильно заметил. То, что карта, ну, может быть, не с таким большим количеством стенок. Хотя, в принципе, ну, на борде можно искать эти стенки. Можно где-то давать. Я думаю, что Виталий, в принципе, старался. Но разницы практически нет. Я удивлен. Наверное. Я удивлен. Но на дистанции 100% я уверен. И Виталий 100% со мной будет согласен. Что вакуумка все равно будет себя лучше реализовывать. Но этот бой для меня такое. Небольшое удивление. Да, говори. Ну да, я полностью с тобой согласен. Поэтому. Как-то так. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу этих двух устройств. Пишите, на каком устройстве играете вы. Какое вам больше нравится устройство на гром. На сегодняшний момент времени я лично использую лишь только два устройства. Это вакуумные снаряды и гром на дальность на больших картах. Но, возможно, у вас вакуумных снарядов нет. Вы играете на адаптивке. Может быть, расскажете какие-то определенные секреты. Ну и напишите, какое устройство, по вашему мнению, из этих двух лучше. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики. Также не забывайте про мой личный тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике. Мой личный тег это тегтимпэ. Установите его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше. Ну и также не забывайте подписываться на Виталичку, с которым мы сегодня записывали видос. Он начал свою ютуберскую карьерную деятельность. Ну как начал? Он ее уже давно начал. Возродил, так сказать. Возродил, да. Чуть вернулся. Чуть вернулся. Поэтому перейдите, посмотрите. Он там контентик довольно такой жесткий дает. То есть я его тут попросил чуть поспокойней. Без там всяких слов на Д, на П. То есть чуть поаккуратней позаписывать видос. Но там, как говорится, вся жаришка контентовая. Поэтому в описании ссылочку на него оставляем. А у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Всем пока.